Друзья, приветствую всех! Как и обещал, запускаю наш общий совместный благотворительный фонд помощи пострадавшим в войне. Цель фонда объединить людей, потому что то, что случилось вот у нас на Украине, это ужасно, это может случиться с каждым. Пострадали обычные, обычные мирные люди пострадали. Они лишились домов, некоторые потеряли своих родных и близких. И все деньги из этого фонда мы направим на мирные цели. Только на мирные цели. Мы будем помогать тем, кто потерял жилье, тем, кто больше всего пострадал от этой войны. Огромное спасибо всем тем, кому это не безразлично. Вы спрашиваете, куда можно перевезти деньги. Огромное, ребята, вам спасибо. Итак, смотрите. Изначально я хотел сделать фонд только в крипте, но меня еще попросили, чтобы можно было осуществлять переводы с помощью банковской карты. Итак, можно вносить деньги с помощью банковской карты. Эта ссылка будет в описании. Вот здесь будет показано, сколько собрано уже средств. Вот я написал первая цель 5 тысяч долларов. Вот здесь вводите любую сумму, например, 10 долларов, потому что важен каждый доллар. Важна каждая просто копейка. И даже если вы переведете 1 доллар, это все равно будет круто. Как я говорил, это лучше, чем ничего. Тысячу человек переведет по 1 доллару, вот уже и тысяча долларов. В общем, вводите реквизиты и нажимаете оплачивать. Смотрите, это второй, так сказать, фонд. Это второй фонд, общий фонд. У меня есть еще мой личный фонд. Ну, как фонд. Я просто выделил со своего кармана 100 тысяч долларов. И мы занимаемся сейчас помощью. Моя жена лично вот ездит, закупает все. Вот, ездит на машине, все закупает. И мы отправляем это в Киев, в Харьков. Вот еще. Денис скинул отчеты. Это носки, термобелье, наколенники. Но и в наш общий совместный фонд я тоже направил часть своих денег. Я направил 30 тысяч долларов, потому что я считаю, Я считаю, что нельзя собирать деньги на общее дело, если ты сам не показал пример. Если ты сам не внес свой вклад в это общее дело. Как Моргенштерн, например, когда собирал деньги на лечение, да, он сам внес деньги. Он сам пожертвовал много миллионов рублей. В общем, смотрите, я создал телеграм-канал. Написал, в этом канале мы будем публиковать все отчеты и новости нашего общего фонда. Здесь есть все реквизиты. Вот, криптовалютный адрес. Сюда можно пересылать BUSD, сеть, бинансовская сеть BEP20. Также здесь есть ссылка на оплату картой и ссылка на нашу общую поддержку. Если у вас возникли вопросы, можете писать в нашу общую поддержку. Вот. И я еще написал, если вы знаете тех, кому очень нужна помощь, кто реально, прям реально пострадал, пишите в поддержку. Будем связываться с этими людьми и будем им помогать. Итак, смотрите, ребята, вот на этот адрес можете отправлять свои доллары, криптовалютные доллары, отправлять криптовалюту BUSD. Я его скопирую. И вот здесь, вот на этом сайте, можно посмотреть, сколько уже собрано средств. Давайте перейдем на этот сайт. Вот этот сайт, ссылки я все оставлю тоже в описании. Сюда вы можете вставить адрес, да, и посмотреть, сколько денег на счету. Вот, смотрите, 30 тысяч долларов. Как и говорил, да, я отправил сюда 30 тысяч долларов. Вот, переходите вот сюда, вот сюда нажимаете, да. И здесь будут все транзакции. Здесь будут все транзакции в BUSD. Вот, смотрите, я отправил, вот, 17 часов назад с Binance, вот, я отправил 30 тысяч долларов. Тут будут видны все транзакции. Почему очень удобно собирать деньги в криптовалюте? Потому что все транзакции видны. Нельзя ничего подделать, да, тут будут отображаться все транзакции. Вы будете видеть, сколько денег заходит, сколько денег уходит и куда они идут. Вы будете это все видеть. На этом кошельке, да, вот, видите, только будут BUSD. Еще раз, ребята, каждый может зайти на этот сайт, скопировать этот адрес, ставить и посмотреть, сколько денег на счету и посмотреть все транзакции. Как только нужна будет какая-то помощь, например, там, 2000 долларов, я вывожу отсюда 2000 долларов и сразу же в Telegram канале отчет, на что мы потратили эти деньги. Вот так вот все будет происходить. Я здесь написал, да. В первую очередь мы будем помогать тем, кто больше всего нуждается в помощи, поддержке и лечении. Это те люди, которые потеряли жилье, родных или близких, или пострадали физически от этой войны. Все деньги с нашего общего фонда мы будем вручать лично, прямо в руки, без посредников. В другие фонды мы переводить деньги не будем. С нашего фонда в другие фонды мы не будем переводить деньги. Я хочу, чтобы каждая копейка дошла до тех людей, которым реально нужна помощь. Ребята, в прошлом ролике я показывал видео, где бабушке оторвало ногу. Бабушка шла в магазин, прилетел снаряд и оторвало ногу. Она лежит, вся в крови, нога рядом. Ну как рядом, через пять метров лежит ее нога. Вот такая сейчас у нас реальность. Вот таким людям нужно помогать. Это горе, это настоящее горе, ребята. Вот таким людям нужно помогать. И я хочу, чтобы наш фонд помогал таким людям. Чтобы люди знали, что есть очень много добрых людей, которым не пофиг, которые хотят помочь. И не важно откуда эти люди, что есть хорошие люди из России, из Белоруссии, из Казахстана, из Киргизстана. Есть хорошие люди, которым не пофиг. И когда я буду помогать, я буду говорить, что эти деньги присылают вам хорошие люди из России, из Белоруссии. Я буду это говорить этим людям, когда мы будем передавать им деньги. Чтобы объединять людей, чтобы люди понимали, что есть хорошие люди. Они всегда есть и будут. Есть люди, которым не пофиг. Вот, например, дом под Киевом. Я уже показывал эту фотку. Ну вот просто представьте, каково этим людям. Кому-то еще повезло, да, у кого есть родственники, кто может приютить, да, там, например, бабушку. А если вот здесь жила бабушка, которая успешно эвакуировалась, но у нее никого нет. Ее никто не может забрать. Вот представьте, каково этим людям. Представьте, да, что здесь, в этом доме, ваша квартира. Просто представьте, каково этим людям. Это все, ребята, под Киевом. Я уже показывал эти фотки. Смотрите, какая дичь. Просто сравняли с землей. Все. Вот этот дом в Бородинке. BBC сняла видео. Если кто-то думает, что это какой-то фейк, что это дом где-то, а не у нас. Вот, это дом в Бородинке, Киевская область. Вот, смотрите, да. Вот этот дом. Вот представьте, да, представьте, что здесь ваша квартира. Это просто, это просто ужас. А вот так вот все это происходит. Это тоже под Киевом снято. Вот стоит себе дом. Один прилетел. Вот второй прилетел. И третий. Четвертый. И все. И дома нет. И дома нет. Это наша жизнь. Это наша реальность. А вот центр Харькова. Ребята, это центр Харькова. Смотрите, какой ужас. Какой ужас. Я еще недавно гулял по этим улицам. И машины, это полная фигня. Сейчас уже людям пофиг на машины. Есть вещи поважнее. Смотрите, это центр Харькова. Вот что сейчас в моей стране, ребят. В общем, ребята, давайте все подытожим. На вот этом вот сайте вы можете вставить криптовалютный адрес и посмотреть, сколько денег собрано в крипте. На этом сайте все ссылки будут в описании. Вы можете посмотреть, сколько денег мы собрали с помощью банковских переводов. И в телеграм-канале фонда, который называется Instarning Fund, вы сможете найти всю остальную информацию. И здесь будут все отчеты. Также здесь есть ссылка на поддержку. Также ссылку на поддержку я оставлю в описании. Можете писать по любым вопросам. Также, если вы знаете тех людей, кто очень сильно пострадал, и ему в первую очередь нужна помощь, пишите. Будем связываться с этими людьми и будем помогать. В общем, ребята, давайте друг другу помогать, давайте объединяться, потому что, ну, быть безучастными сейчас нельзя, нельзя. Потому что это коснулось всех нас, всех, абсолютно всех. И украинцев, и россиян, и белорусов. Это коснулось абсолютно всех. И еще раз, если кто-то думает, что в этом нет смысла, ребята, в этом есть смысл, в этом огромная сила. Вот некоторые мне пишут, ну, вот ты записываешь ролики, делаешь эти фонды, но ты ничего не изменишь, все решают, ребята, наверху, ты ничего не изменишь, изменю, ребята. Я все изменю, мы вместе все изменим, потому что все решают люди. Нас миллионы, нас миллиарды, все решают люди. А если вы не хотите, не знаю, это делать для кого-то, сделайте это в первую очередь для себя. Вы будете чувствовать себя лучше, я уже говорил. Займитесь благотворительностью для себя. Вы почувствуете себя лучше, попробуйте. Я вот сейчас этим занимаюсь, мне хорошо на душе. Я знаю, что я на правильном пути, я знаю, что я помогаю людям. Мне от этого очень хорошо. Сидеть, страдать, да, смотреть новости и ничего не делать при этом. Вот что ужасно. От этого вы будете страдать. А вот если вы будете нести пользу, если вы будете помогать людям, поверьте, вы будете чувствовать себя лучше. Просто попробуйте, просто попробуйте. Это я обращаюсь к тем, кто вообще ни разу не занимался благотворительностью, кто ни разу не делал добрые дела. Каждая копейка сейчас важна. Каждая копейка. Нас много. Мы можем помочь. И да, та тысяча долларов, она не вернет матери погибшего на войне сына. Не вернет. Она не вернет бабушке квартиру. Не вернет. Но она покажет, что есть хорошие люди, которые мне пофиг. Она даст веру человеку. Она подарит надежду. Эта помощь согреет душу. Эта помощь хоть какой-то лучик света принесет эта помощь. Вот почему это важно. Вот почему это важно. В общем, огромное, ребята, всем спасибо. Спасибо, что поддерживаете. Отдельное спасибо ребятам из России, которые понимают всю ситуацию, которые поддерживают меня, так как у меня большая часть аудитории из России. Огромное спасибо ребятам из Беларуси, Казахстана, Киргизстана. Ну и спасибо всем нашим ребятам, которые не стоят в стороне. Которые делают все для того, чтобы наступил мир. Всем спасибо. Всех обнимаю. Люблю, целую. Всем счастья, благополучия, здоровья и, конечно же, мира. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok